Приветствую, друзья! Сегодня речь пойдет о проектировании свайного фундамента, который принимает на себя большие горизонтальные нагрузки. Этот тип фундаментов очень часто считается неправильным, в нем горизонтальные нагрузки не учитываются. Объясняю, почему это происходит, и почему даже учет этих нагрузок, якобы учет, этим учетом считаться не может. Возьмем каркасное здание, где есть столбчатые фундаменты на свайном основании. Стандартные столбчатые фундаменты монолитные, вот здесь колонна, здесь у нас ферма там, обычно, да? Здесь то же самое. В каркасном здании есть у нас снеговая нагрузка, нагрузка от собственного веса, нагрузка от оборудования, ветровая нагрузка. И часто бывает сейсмическая нагрузка, которая очень большое значение горизонтальной составляющей силы на фундамент дает. Итак, на фундамент в итоге у нас действует вертикальная нагрузка, момент и горизонтальная нагрузка какая-то. В чем возникает проблема при расчете? Зачастую, зачастую, горизонтальная нагрузка вообще не учитывается проектировщикам. Очень часто я с этим сталкиваюсь, и при учете того, что у нас есть только ветровая нагрузка, например, в первом-втором районе, это не сильно страшно, потому что в большинстве случаев тех свай, которые подобраны по вертикально и по моменту, хватает, потому что горизонтальная нагрузка небольшая, плюс играет роль то, что здесь земля засыпана, которая никогда не учитывается, полы залиты и так далее. Все это нивелирует то, что фундамент не рассчитан на горизонталь, и вроде как все нормально. Но ситуация меняется кардинально в случае сейсмического загружения, которое всю вот эту массу здания с стороны в сторону шатает и дает очень большие горизонтальные нагрузки на фундамент. В частности, для здания при 8 баллах у нас, например, получалось значение горизонтальной нагрузки в пределах от 10 до 20-25 тонн на один фундамент. Горизонтальная нагрузка. То есть существенные большие значения. Все это усугубляется, когда здесь есть бетон какой-то, который масса добавляет и так далее. 10 тонн. Представляете, у нас, например, вот этот фундамент в плане подобран по моменту вертикальной силе, и здесь 4 сваи. В худшем случае, как я сказал, проектировщик может вообще не учесть это, горизонтальную нагрузку, подобрать сваи по вертикальному усилию моменту и на этом успокоиться и дать это все в производство работ. Ну, это случай как бы худший, ладно. Как же происходит в большинстве случаев? В большинстве случаев происходит очень просто. Проектировщик видит горизонтальную нагрузку. Сваи в основном применяются у нас забивные, стандартный наш 300 на 300 миллиметров железобетонный. Он открывает серию, это вы сейчас видите на графике и смотрит график горизонтальной нагрузки, которая может воспринять это сечение. Но там не горизонтальные нагрузки, там идет график и там вот вы видите там момент, воспринимаемый телом на сваи. И что он берет? По большинству, по статистике, что он берет? Он берет самую нагруженную сваи, вот у нас момент, да, вот это сваи самая нагруженная, здесь N максимальная, а вот здесь N минимальная. N минимальная. И вот он по N максимальному, ну это же максимальная нагрузка, да? Значит, вот по максимуму мы считаем, берет из графика значение предельного изгибающего момента на сваю. И это кардинально неверно, потому что воспринимаемый момент обратно пропорционален величине продольной сжимающей силы. Это железобетон. Это очень важно. Это очень важно. То есть, чем меньше нагрузка на сваю, тем меньше момент воспринимает эта свая. И вот здесь кардинальное заблуждение. Надо брать по минимальному значению, если вы хотите сделать запас. Но самое интересное начинается, когда вот здесь вот у нас, например, вариант, да, снега нету, сильный ветер, район большой ветровой, или большая сейсмическая нагрузка, и здесь вот у нас вырывающее усилие получается, вырывающее, то есть отрицательное усилие. А в графике-то нету значения для отрицательного усилия. Для растягивающего усилия нету значения предельного изгибающего момента для сваи. А для железобетона при начале растяжения этот момент к нулю стремится. То есть, чем больше растяжения, тем меньше момент может воспринимать сечение. А в графике этого нет серии. А проектировщик вообще взял по максимальному моменту. Представляете? То есть, насколько в этом фундаменте, казалось бы, полностью проходящем, не учтены все эти вещи. То есть, он даже при нулевом значении силы не взял момент, а взял при максимальном. А еще может быть растяжение. И что обычно происходит, да? Если брать, например, расчетные программы по фундаментам, которые обычно применяются, например, фундамент, да, всем известный. Фундамент. Фундамент как считают? Там же люди не заморачивались этим делом. Они считают, что все умные. Фундамент очень просто считают. Вот вы взяли, например, вот эта свая, там, 10 метров, например, да, забита там в туго-пластичный суглинок. И фундамент вычисляет вам нагрузку, выдергивающую, допустимую на эту сваю. Там 30 тонн, да? И по этой нагрузке он выбирает вам фундамент. Понимаете? Ну, если у вас вот эта выдергивающая нагрузка, вот эти 30 тонн, он по ней подобрал, да? Вы представляете, растяжение в каждой свае 15 тонн. Какой момент изгибающий может воспринять ее сечение? Очень маленький. Очень маленький. Поэтому правильно подбирать вот такие фундаменты с большой горизонтальной нагрузкой, правильно их подбирать. Только с учетом всех этих факторов. Необходимо сделать несколько прикидочных расчетов на вот эти все комбинации. Посмотреть, какие у вас минимальные и максимальные усилия в сваях. Получить эти усилия. Они все разные будут. Все разные усилия. В каждой вот этой свае будет усилие одно, усилие второе, усилие третье, усилие четвертое. Разные все усилия. И по-хорошему, чтобы расчет был полностью корректен. И вы, например, не взяли, да, вот как я сейчас сказал всем, растягиваясь сюда-сюда. То есть вы взяли максимально растягивающие усилия, например, свая у нас 15 тонн получилась, да? Вы на это усилие в программе рассчитали предельный момент, который может воспринять свая при вот этой нагрузке. И для всех сваи-то заложили. У вас в фундаменте там будет 10 свай, да? Это перебор, это перерасход. Поэтому по-хорошему надо на каждое вот это усилие, растягивающее, сжимающее, посчитать несущую способность сваи по моменту. Тогда у вас будет оптимально подобранный фундамент, и будут все нагрузки учтены точно. Понимаете? То есть они будут учтены точно, не будет ни перерасхода, и не будет такого момента, что вы подобрали по максимальному сжимающему усилию, горизонтальную силу, а растянутые сваи-то при такой нагрузке ничего не несут, они сломаются. Вот так вот вкратце надо учитывать горизонтальную нагрузку. И пока я не видел, к сожалению, программ, которые корректно все это учитывают. Может быть, я что-то, конечно, не знаю, может кто-то подскажет в комментариях. Такие программы есть, я не знаю, как Лира там это учитывает. Может быть, и учитывает. Кто-нибудь, может, мне подскажет. Я вот, к сожалению, пока вот в таких вот сложных случаях, сейсмикой приходится все это считать почти в ручном режиме. То есть, получаешь из общей схемы усилия в сваях. Предельный момент можно взять по диаграмме, о которой я говорил в серии. Если это сжимающие усилия, или усилия равные нулю, если усилия растягивающие, то это надо посчитать, например, в Арбате, или вручную, или в каком-либо еще калькуляторе, как угодно в Excel, но надо посчитать сечение сваи на воздействующее растягивающее усилие, поперечную силу, и какой будет при этом предельный момент воспринимаемый сваи. И уже потом, по этому полученному моменту, подбирать количество сваи и армирование сваи от горизонтальной нагрузки. И это очень важно, потому что в той же сейсмике может, например, здесь быть усилие вертикальное 5 тонн, горизонтальное усилие 10 тонн, и момент 10 тонн. Запросто. И вот эта свая конкретно растянутая получается. То есть здесь растяжение однозначное. 10-15 тонн может быть запросто. А при 10-15 тоннах момент она вообще не несет практически. Там копейки получаются. Это все обязательно надо учитывать. Потому что, конечно, все эти сопутствующие конструкции в виде полов там, от цокольных балок, они на себя это все воспринимают частично, но рассчитывать на это не надо. Лучше посчитать фундамент правильно, экономично, и при этом, чтобы все нормы соблюдались, и все вот такие вот нюансы учитывались. Всем удачных строек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok